Всем привет! Это третье видео, посвященное юнит-тестированию. В этот раз мы будем говорить про юнит-тесты для Antity Framework Core, про их возможность реализации, про принципы правила, возможно, немножко поговорим про хелперы, про то, что нужно тестировать и не нужно. Ну и, в общем-то, давайте начнем. Зачастую бытует мнение, что стопроцентное покрытие это норма, то есть покрытие всех строчек кода, как, например, было показано в предыдущей части. Обращаясь к концепции «хорошо» и «правильно», можно сказать, что это правильно. Действительно, можно покрыть все, и это будет правильно. Но в реальном мире все намного сложнее. Бизнес, так называемый заказчик, требует жертв. Ибо пока вы будете писать тесты, то другой бизнес, другой заказчик выкинет на рынок свой непротестируемый продукт и захватит нишу, пока вы будете писать свои супертесты. Именно поэтому стопроцентное покрытие – это заблуждение в этой области. Покрывать тестами все строчки классов, всех классов, это, по меньшей мере, нецелесообразно. Причин, на самом деле, несколько. Ну, во-первых, это затратно по времени, если покрывать все строчки кода. То есть, получается, что на одну строчку кода вы напишите 5 тестов, или 6, или 7, или 2. То есть, уже, как минимум, получается в 2 раза больше, если не посчитать количество тестов, умножить. В общем, понятно, о чем речь. Во-вторых, также можно говорить о том, что есть сторонние разработчики, сторонние сборки, которые вы используете, например, Microsoft или другие, там, AutoFact, Automapper, которые уже написали свои тесты, и тестировать уже эти сборки, ну, как бы, вообще нет смысла никакого. В-третьих, смотрите, изменения в классах, которые не участвуют в бизнес-процессах, то есть, не влияют на работу приложения. Но, по меньшей мере, ну, вот, если от нечего делать только, то тогда можно. А так, в принципе, особого смысла в этом нет. Ну, и, в общем-то, давайте еще немножко поговорим по поводу того, что нужно покрывать юнит-тестами. Я на основании своего опыта могу сказать, что зачастую лучше всего речь идет, когда о бизнес-процессах покрывать именно бизнес-процессы. То есть, изменение самих данных, изменение их процессов изменения, если так можно выразиться. В общем, когда вы меняете непосредственно сами процессы или классы, которые меняют эти процессы. Ну, например, обычно делают юнит-тесты на классы, реализующие какие-то паттерны. Например, PatternFactory, когда вы должны получить на выходе тип, ну, какой-то класс какого-то определенного типа с определенным набором параметров. Вот на него пишутся тесты. Или, например, когда у вас есть какой-то там селектор, да, который нужно при определенных параметрах выдать какие-то определенные значения, да, там, каких-то свойств или, опять же, классов. Также можно говорить про, допустим, какие-то калькуляторы, да, например, какая-то система интернет-магазина у вас, и там, наличие скидки какой-нибудь пользователь, много лет уже пользуется, у него скидка. А еще плюс у него какая-то карта. Ну, и, в общем, для того, чтобы правильно рассчитать скидку на какой-то товар в определенной категории, по определенным дисконтным картам, для этого требуется какой-то калькулятор. В общем-то, как вы понимаете, тут уже речь идет не просто про хорошо и правильно, а возвращаясь к тому моменту, когда я говорил, что, зная, что вы будете тестировать, вы будете понимать, как это писать. То есть, теоретически, это должен быть отдельный класс, какой-нибудь дисконт-каунтер, helper, возможно, или билдер, дисконт-билдер, например, который и будет покрыт тестами, внутри которого будут попадать определенные какие-то классы, на основании которых будут пробегаться тесты и рассчитываться правильно. Скидка, соответственно, вот это вот можно покрыть тестами. То есть, вот это вот будет считаться юнитом, так называемым. Что же говорить дальше? Давайте поговорим про предметную область того, чего мы сегодня будем делать, потому что говорить про теорию можно до бесконечности, как говорил один мой знакомый, это лирика, и нужно ее поменьше, в частности, в области программирования. Итак, смотрите, предметная область. В мои руки попал проект, в котором есть такие понятия, как организация, набор карточек, карточка, вопрос, ответ и конфигурация. О чем речь? Давайте представим себе какую-нибудь школу, или колледж, или институт, я не знаю, и у них есть какая-то система тестирования. Все на самом деле очень просто. Организацию мы считаем какого-то преподавателя, набор карточек, это набор вопросов, которые он будет отдавать своим студентам, или воспитать, как он идти, ну, в общем, каких-то своих там подопечных. Карточка, это какая-то конкретный вопрос, будем считать, то есть, не вопрос, да, какое-то объединение вопроса, ответа и конфигурации. Вопрос включается в карточку, у вопроса может быть несколько ответов, а конфигурация говорит о том, ну, как этот вопрос должен отвечаться. Ну и, в общем-то, давайте вот таким вот образом сейчас попытаюсь объяснить, максимально близко вас приблизив, извините за каламбур, к предметной области. Смотрите, есть набор карточек, просто набор. Есть какая-то карточка, в которую, естественно, может добавляться, ну, мне сказали пока один вопрос, пусть будет один вопрос. В карточке есть вопрос, который здесь в ответ, причем количество ответов, ну, должно быть больше одного, то есть, если ответ один, то это не вопрос. Ну, вернее, вопрос, то тогда, по-моему, риторически он получается. В общем, смотрите, ну, и вот таких вот вопросов, то есть, вот таких вот карточек, не вопросов именно, а карточек. В наборе карточек, соответственно, может быть много. Ну, вот, будем считать, что там до самого низа много-много карточек. Ну, и, собственно говоря, если уже возвращаться к дальнейшим сущностям, которые существуют, да, опять, прошу прощения за каламбур, есть такое понятие, как конфигурация. То есть, у каждой карточки, в зависимости от того, какой вопрос, какая сложность его, или там, какие у него, не знаю, параметры какие-то, есть своя собственная конфигурация, которая говорит о разрешенном времени, да, сколько потребуется на ответ для этого вопроса, конкретно, вот, карточки. Возможно, какие-то там дополнительные. Ну, в общем, мы пока абстрагируемся от нюансов реализации слова конфигурация, сущности конфигурация. Ну, будем иметь в виду, что в конфигурации записано количество возможных попыток, например, время там на ответ, или вообще отсутствие времени, то есть, вот такой вариант. Ну, а теперь представьте, что вот эти вот организации, мы их представляем конкретным преподавателям, есть какая-то штука, которая позволяет разным преподавателям создавать свои карточки, а вот набор карточек могут входить карточки от разных преподавателей. То есть, карточка жестко привязана с организацией, но в набор карточек могут попадать как это, карточки от разных преподавателей. Например, учитель биологии насоставлял большое количество вопросов, учитель физики насоставлял большое количество вопросов, а директор взял потом все вот эти доступные карточки и накидал их в набор вопросов там для ЕГЭ. Ну, как пример. Я утрирую, на самом деле. Я не знаю, для чего это будет использоваться, но речь примерно вот об этом. То есть, другими словами, мы видим такую простую картину, то есть, есть какие-то определенные нюансы для расчета, допустим, количества баллов. То есть, нужно придумать, так сказать, ну, то есть, возможно, будет какая-то дальнейшая реализация, когда будет какой-то там ЕГЭ-хелпер, да, или там балл-каунтер какой-то. Я не знаю, на самом деле, но речь в том, что есть что тестировать. То есть, как минимум, нужно тестировать количество вопросов, совпадает ли конфигурация, правильно рассчитывается набор баллов. И для того, чтобы эти вот штуки работали, я вот призван, да, чтобы написать для этого юнит-тест. Ну и в заключении, да, смотрите, какая задача на сегодня? Ну, в этом видео, в этом ролике, мы будем создавать механизмы, в основном, которые позволят облегчить, ну, или упростить процесс создания тестов. О чем речь? Я речь про хелперы, я речь про какие-то заглушки, да, за замоки, да, специализированные, про... Я просто хочу показать, как это будет именно для Entity Framework. Опять же, это не панацея, это мое личное опыт, да, который я использую в последневной работе. Ну, и просто я хочу с вами поделиться. В общем, также я хочу написать юнит-тест для Unity Work. Я говорю сейчас про Unity Work. Это реализация в Nimble Framework, на примере которого и будет показано это все. То есть, вы можете также использовать Nimble Framework, создать себе также приложение на этом основе, ну, и, в общем-то, использовать то, что вы сейчас видите в своих приложениях, как основа для старта, для написания юнит-теста. Ну, и давайте перейдем все-таки к демонстрации. И все-таки надо уже что-то запрограммировать. Перед тем, как начать, давайте наведем небольшой порядок. Для этого удалим все классы, которые нужны были для предыдущего видео. Так, кажется, я удалил что-то лишнее, но ладно, потом создадим папку заново. Итак, для начала мне нужно удалить те сборки и пакеты, которые я использовал в прошлый раз, в частности, для тестов, для показа предыдущего видео. Теперь мне нужно установить дополнительные параметры, дополнительные сборки и пакеты. Ну, в частности, мне интересует Entity Framework Core, потому что именно для него я буду писать юнит-тесты. Итак, устанавливаем Entity Framework Core. Вот он установился. И еще мне нужно установить пакет, который называется Entity Framework Core in Memory. То есть, этот пакет позволит использовать Entity Framework в памяти, не создавая реального Entity Framework. Сейчас я найду, давайте я допишу. In Memory. Да, вот он. Для версии 3.11, все верно. Итак, пакеты установились. Можно приступать. Итак, у нас совершенно чистый проект, в котором, собственно говоря, кроме установления сборов, ничего нет. Единственное, что мне нужно, так это добавить еще ссылку на проекты, которых есть классы, которые я буду использовать в юнит-тестировании. Ну, вернее, тесты, для которых я буду писать. Я добавил пока дата, где находится датабейс, в смысле, датабейс-контекст, ну, и веб, где будут классы, поэтому пока вот такой вариант. Ну, и первое, что я сделаю, давайте свернем дата. Она нам не нужна, кстати, да, нужна. ApplicationDBContext называется мойDBContext. Ну, и я создам при помощи специального экстеншена сразу папку InfraStructure. Ну, пусть будут helpers. вот так она создала папки. Вы создать их как хотите, вам будет как удобно. И первым делом, что я создаю, я создаю db-контекст. Context. Helper, который позволит мне создать конфигурацию db-контекста для использования ее в юнит-тестах, то есть in-memory. Вот он у меня появился, файл. Давайте я создам конструктор. И в этом конструкторе мы создадим конфигурацию. var-builder у нас будет равняться, мы создадим db, ну, во-первых, new, db-контекст. Так, мышка мешается. Context. Options. Builder. Вот он, Options. Builder. И теперь мне нужно сюда поставить тот самый application.db-контекст. Вот он. И теперь мне нужно сказать Builder. Что-то неправильно написал. Да, Builder сказать Use in-memory. Database. Ну, а здесь мне нужно указать название, но пусть это будет Unit Testing, неважно, ой, Settings, нет. Testings. Вот так вот пусть называется, неважно. На самом деле она нигде не используется, просто нужно создать название для конфигурации. Ну и дальше что нужно сделать? Дальше нам нужен какое-то свойство, к которому мы будем обращаться. я сделаю таким вот образом назову Application.db-контекст. И это у меня будет контекст. Дальше мне нужно составить, создать конфигурацию. Ну, так как я использую в своих проектах транзакции, я сразу создам настройку то есть конфигурирую этой транзакции для использования ее в контексте. Не факт, что в каком-нибудь новом проекте она будет использоваться или нет, но я, в общем-то, создаю по умолчанию, чтобы потом не вспоминать, почему не сработал юнит-тест. Вот. И поэтому сразу ее здесь и создам. Так, дальше нам нужно создать... Нам нужно добавить вот для этого билдера вот такую штуку, которая как раз сконфигурирует некоторые ошибки, да, когда вот транзакции запускаются и их просто нужно заигнорить, так сказать. Ну, давайте вот так вот сделаю x, да, мы сделаем ignore, да, и нужно сказать, что мы не просто сделаем, а именно какие ошибки, которые мы используем из... Так, сейчас я напишу, лучше просите напишу. InMemory... 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 Нет, неправильно написал... Ой, InMemory Event... Что такое? Event ID точка transaction warning вот такое вот мы сделаем ignore, чтобы она не использовала ошибки при использовании транзакции, но и еще нужно сделать такую штуку... нужно добавить опции. То есть Builder нам построит options, то есть те, которые мы будем использовать, а теперь при создании контекста мы используем то есть контекст, который я создал в девятой строчке, мы теперь для него создадим new application db context application db context и вот эти вот опшены, которые мы законфигурировали, отдадим туда в конструктор. В общем-то на самом деле вот теперь у меня контекст создается в памяти, он игнорирует транзакции, которые я могу использовать, ну в принципе могу или не могу, но и в общем-то теперь осталось сделать некоторые телодвижения по поводу того, чтобы как-то наполнить этот контекст, это примерно будет таким вот образом выглядеть есть у меня контекст, я могу сделать adrange чего-то там, какой-нибудь и в конце в конце можно вызвать контекст savechange ну как вы понимаете это незаконченная схема нам нужно наполнить контекст чтобы контекст какими-то сущностями какими-то записями которые мы как раз и будем использовать унитест возвращаясь к предметной области я хочу вам показать сейчас один момент вот здесь нет вот entities те самые сущности с которыми будем иметь дело в процессе написания тестов то есть есть bundle есть категория как кстати категория не описана но мы с ней все равно будем иметь дело configuration есть карточка есть questions ну и в общем-то вот есть категория да то есть давайте посмотрим что это такое а ну видимо сейчас один момент есть у нас текст questions 12 нет не знаю где используется категория наверное все-таки это bundle да нет ну в общем-то не важно на самом деле если у нас есть категория значит она где-то используется я пока не особо хочу разбираться я хочу просто показать как создается вот этот вот контекст наполняется тестовыми данными в общем все сводится к тому что есть определенное количество записей которыми будут производиться манипуляции есть основные и вокруг них будет крутиться весь функционал в котором будут написаны юнит тесты есть помогательные которые будут создаваться как заглушки как стабы через автофикча начнем с того что есть обязательные так сказать которые будут добавлен в контекст при каждом тесте при создании теста в частности ну и тогда сделать я обычно делаю таким образом если я сейчас буду говорить про сущность категории то у меня примерно вот здесь где-то какой-нибудь должен быть категории helper неправильно написал совсем сегодня не пишется helper и здесь у меня есть статический файл в котором вводит метод get many просто мне так удобнее называть вы можете как хотите называть но единственное что теперь дальше осталось создать естественно этот файл естественно же он будет находиться в папке helpers я сделаю таким вот образом для как я уже сказал он будет статический ну и лишние штуки отсюда я уберу в общем теперь мне нужно создать тот самый метод public который будет возвращать мне во-первых он тоже будет статический i и номер был категорий да вот потребовался тот самый референс и название метода я конечно же не написал зря get many так называется мой метод но единственное что он здесь в дальнем случае должен вернуть yield return get one конечно такого метода у меня тоже нету его естественно тоже нужно создать естественно тоже статический и я вот помещаю их по такому принципу get one мне тоже пригодится поэтому я вот тоже буду делать паблик ну и здесь как вы понимаете я буду создавать категорию которую буду возвращать по требованию для чего это делается давайте для начала напишу категория теперь потом расскажу так смотрите я создал категория я создаю реальный класс в общем-то с этого момента мы начинаем создавать так называемую вселенную для униотестирования и первое с чего я начал создал категория но я столкнулся с тем что у меня требуется organization id на данный момент я создам предопределенное значение и вот почему когда я буду использовать униотестирование я не буду привязываться к типам организации у меня будет всегда одна поэтому собственно говоря я не буду тестировать наличие или отсутствие разных типов разных идентификаторов организации поэтому буду использовать только одно но в юнит тестах мне все равно придется это использовать поэтому organization id я все-таки сюда добавлю вот и создам его в конструкторе то есть в сигнатуре метода чтобы получать разный тип организации вернее разные идентификаторы для организации при этом укажу значение по умолчанию вот так это примерно строится и в общем наверное сейчас плохо можно сообразить то есть не понять для чего это нужно но я уверяю вас что это будет работать и в общем-то смотрите теперь получается что при выполнении юнит тестов давайте сохраним у меня вот сюда будут создаваться каждый раз этот контекст будет сохраняться агент возьмёт одну категорию и проверить собственно говоря теперь можно что сделать можно написать первый юнит тест который будет работать и проверять что у меня консистентность самих тестов она как бы валидна но теперь нужно еще вот о чем подумать то есть я сейчас создаю создал db контекст этого на самом деле мало потому что для того чтобы дергать непосредственно данные из db контекста мне естественно нужен юнит ворк который я использую в своих классах в своих проектах и таким образом давайте все-таки создадим этот правильный юнит аворк helper пусть тоже называется так где я его создал я его создал не там давайте в helper засуну отлично поправим namespace чтобы был порядок и в общем тоже это будет эстетичный класс и тоже здесь будет метод который будет отдавать helper но он будет отдавать не сам helper а непосредственно мог для этого helper который можно будет конфигурировать для конкретного типа теста для конкретного теста могут потребоваться разные наполненные юнит аворки и поэтому мы отдаем конфигурируемый объект и так напишем паблик статик класс ой класс у нас уже есть статик да но нам нужен уже мог ай юнит ворк такую штуку здесь напишем аппликейшн дб контекст и все и мне больше здесь ничего не требуется поэтому вот таким вот примерно забыл скобки поставить ну давайте еще тогда название дадим этому самому контексту ну давайте я пишу так вот get мог потому что по названию самого хелпера понятно что мы будем получать что-то сущность конкретного типа так ну и далее что нам нужно нам нужно создать контекст тот самый контекст который уже был сделан в предыдущем видео в смысле в предыдущем разделе видео это будет new db контекст helper и у него есть свойство контекст уже этот сконфигурированный для использования в памяти ну кажется очень удобно теперь мы создаем юнит work of work через mock new mock application tb context вот он далее нам нужно его сконфигурировать ну для этого очень просто мне нужно то есть зная как работает этот юнит work в общем-то если вот так нажму в 12 я увижу реализацию по большому счету там есть вот так вот наверное будет проще get repository и вот этот вот get repository мне нужно замокать чтобы на вызов вот этого get repository мой mock выдавал нужную мне информацию делается это очень просто юнит work как я уже показывал в предыдущем видео это сетап дальше мне нужно указать что я хочу за сетап речь идет про категории как вы помните но здесь немножечко не так мы будем делать таким образом get get repository мне нужно замокать так сказать метод get repository так я кажется создал какую-то глупость здесь мне нужно написать iunit work application db context как так получилось что я создал неправильно вот то есть здесь мне нужно получить get repository конкретно как вы понимаете категории то есть для сущности категория и на выдачу собственно говоря я должен дать непосредственно тип repository то есть я говорю что у меня return должен быть new repository соответственно категория вот и все так теперь у меня здесь что-то не работает сейчас посмотрим что а ну здесь get repository он требует там внутреннюю штуку которая позволит использовать конкретный вариант конкретно реализацию ну в общем там custom repository не может определиться поэтому мы вот таким вот образом делаем false и наша первая так сказать ой false не false контекст конечно же контекст наш первый репозиторий замоканный ну надо сразу здесь написать return что там unit of work вот и таким образом я получил первый замоканный тип сущности который называется категорий который будет получаться через unit of work из контекста а в контексте они уже записаны в другом варианте в другом классе здесь вот уже не добавляется еще одна немаловажная часть которую я так же почти что упустил смотрите я использую транзакции для unit of work и соответственно они для моков ну в смысле для юнит тестирования тоже должны быть сконфигурированы давайте для этого сделаем несколько тоже строчек кода итак посмотрите что я сделал на самом деле я создал два скопа для транзакций синхронных и асинхронных и на сетап выдал эти же скопы то есть когда я буду создавать это в процессе работы фреймворка они будут встречаться по вызову то есть предопределенные скопы будут выдаваться транзакции ну и в общем я добавил некоторую реализацию этого save change резолта это внутренняя реализация в общем-то моего фреймворка наверняка у вас этого не будет если вы не будете использовать мой unit of work ну и на этом настройка теоретически закончилась единственное что мне останется мне нужно будет добавлять нужные мне репозитории по мере необходимости ну и в общем-то у нас практически все готово для того чтобы написать первый unit тесты для тестирования unit тестов то есть мы будем сейчас писать тесты которые будут тестировать настройку этого контекста что я хочу проверить я хочу проверить что в мою базу в мою базу в memory в памяти попадает сейчас скажу одна категория ну и для этого так давайте для начала все закроем и создадим файл который называется unit of work tests вот ну у меня есть сниппет поэтому я им воспользуюсь вот такого образа и подобие эта штука получается то есть мой сниппет что он делает он создает в класс unit of work test в данном случае он создает автофикчу вот она и метод create выдает конкретный unit of work тот который будет использоваться потом в тестах и через класс фикча это прокидывается в конструктор и создается private переменная которая будет использоваться в тестах ну тут немножечко некорректно давайте создадим ну поправим немножечко вот эту вот выдачу на create unit work у нас application db context и соответственно здесь мы будем делать следующее вот тут как раз вступает в роль наши helper дело в том что нам много где потребуется вот этот вот самый мокки на различные типы классов на различные типы тестов на различные даже как это вложенные там зависимости поэтому я делаю вот так вот unit of work helper где-то у меня тут был helper вот он get mock который уже запрограммирован на то чтобы работать с памятью и с нужной базой и собственно единственное что мне остается просто вернуть этот mock а мне тут mock кстати не нужен мне нужно здесь как раз вернуть тот самый объект я вас обманул get mock у меня возвращает объект таким образом так что у меня тут не получается get mock возвращает mock а mock не может а iunit of work ну конечно тут же нужно поставить i мне нужно потому что абстракция ну и в общем раз у нас появилась первая fixture я в папке infrastructures создаю папку fixtures и туда переношу эту первую свою fixture я воспользуюсь resharper он это исключительно хорошо делает fix choose вот у меня в папке fixtures появилась первая fixture здесь она будет пополняться на разные типы класса здесь у меня появился первый unit of work он будет лежать в корне ну и в общем-то вот теперь как раз на данный момент уже все готово чтобы написать первый тест я воспользуюсь опять же сниппетом ну в общем вы наверняка уже понимаете что он делает он тот самый it should создает из фикчи берет тот самый экземпляр unit of work и говорит что он не null теоретически сейчас переключусь в unit тест режим я уже как-то на одном из видео показывал как это делать моментально и вот у меня появился первый тест я его сейчас запущу ну за исключением того что он никак правильно не называется давайте назовем правильно unit of work instance created как вы понимаете как вы понимаете он уже не null значит это работает теперь давайте давайте еще один тест напишем опять же по такому принципу теперь он under testing мне теперь нужно it should contains вот из маленькой буквы напишу contains one давайте напишем категории одну штуку и здесь я уже буду непосредственно делать взаимодействие с этим самым unit of work давайте вот так вот напишем правильно опять же const int это будет expected елки-палки не получается написать букву один как вы помните у меня там одна категория здесь я напишу actual равно суд get репозиторий тот самый категории если вы помните и мне здесь написать нужно count то есть я узнаю сколько у меня записей в категории и здесь соответственно я должен написать equal но и опять же expected и опять же actual я запускаю тест да нужно еще иногда ставить точки с запятой где она стоит да вот здесь забыл поставить что-то мне тесты не вылезают в мою концепцию раскладки поюм давайте здесь поставлю точку с запятой и собственно говоря я еще раз опущу тест как вы видите тесты прошли теперь давайте допишем еще один тест ну как напишем скопируем it should contain категории would давайте напишем name я не помню какое имя дал какой-то категория name вот и так it should нет категории name давайте напишем не так it should contain категории with special name нам на самом деле не важно с каким именем она там будет давайте поменьше сделаю эту штуку вот и здесь я напишу expected string уже будет у меня равен вот это название категории и здесь я буду проверять категории name я буду брать first ну потому что я знаю что она там одна так и собственно здесь мне нужно получить name и если я сейчас ой не туда нажал запущу ctrl r и просто t тест выполнится именно этот тест ну и как вы видите давайте все запустим ну пусть тесты проходят а мы пока попробуем изменить имя категории чтобы проверить что все правильно настроено я изменил имя категории запускаю все тесты ну и как вы видите один тест упал и более того на самом деле видно почему потому что мы ожидали одно а получили другое название я обратно изменю это название на правильное можно конечно включить live unit testing тогда мне не придется каждый раз их запускать но я пока не буду этого делать я думаю пока на данный момент нужно закончить основу мы заложили шаблоны подготовили теперь на самом деле мне нужно просто стряпать эти вот фикчи и стряпать вот эти вот расширения вот сюда в репозиторию нет вот сюда вот запихивать репозитории которые мне нужны для тестов и создавают и создавают эти хелперы и их зависимость внутри прямую и обратную в зависимости от того кто кого вызывает для формирования вот этой вот базы которая будет то есть вот этой вот виртуальной базы которая будет при каждом старте запускаться создаваться на основании которой будут проходить тестирование наверное пока на этом все дальше будет также интересно я покажу как создавать фикчи как их использовать как их моделировать как их подменять как их оперировать ими в процессе создания тестов ну а на этом пока спасибо всего доброго и удачного вам дебага